Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я рада вас приветствовать. С вами Елена Василена. Тема сегодняшнего моего расклада называется «За сутки до смерти» Влада Галкина. Что происходило? Если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео, будет находиться номер телефона, куда вы можете написать смс-сообщение в Viber, либо же WhatsApp. Первая позиция. Психологическое состояние Владислава Галкина. Внешнее состояние, его проявление. Какую он себе давал оценку. Характеристика людей, которые его окружали. Что это были за люди. Психологическое состояние этих людей. Причина, которая привела к смерти. Люди, которые его окружали в последние дни, были как-то причастны к его гибели. Какая цель и мотивы были у этих людей. И последняя карта фон, на котором происходила смерть. Значит, я сейчас открываю все позиции, а дальше я буду рассказывать. Значит, первая карта. В первую очередь, конечно же, у него была душевная боль, душевная рана. Однако он как-то стремился выйти из этого состояния. У него было стремление от этого состояния уйти и избавиться. Желание вырваться из этого угнетенного состояния. Есть желание возврата утраченного. Но было ложное представление об этом пути. Об этом пути возврата. Есть такой момент, что у него как-то вот есть отрицание сути проблемы, ложное представление о благополучии. Но здесь однозначно, так как эта карта кубковая, здесь уныние, здесь разочарование. Он не хочет смотреть в глаза этой боли. Ему очень сложно. Все перевернуто. Его мир весь перевернутый. С одной стороны, эта карта в перевернутом виде, и она выходит, входит как бы уже в другую карту. Но другая карта, это опять-таки, это покинутость, это одиночество. Полное разочарование. Его внешнее состояние, его проявление. Это, конечно же, уход. Он хотел уйти вообще, вот как я здесь вижу. У него даже, возможно, были какие-то мысли. Может быть, совершить какую-то поездку. Может быть, мне идет информация. Как будто бы он хотел в какое-то паломничество отправиться. В какой-то путь, чтобы он был один, но ему нужно было осознать все и все исправить. Уйти от тех людей, которые ему причинили боль. Уйти от этой ситуации. Это вообще состояние ухода. Внешне он проявлял, как желание даже, покинуть то место, где он находился. Какой он себе давал оценку. Да, конечно же, он понимал, что он находится в состоянии депрессивном. И опять-таки, у него было огромное желание выйти из этого состояния. Ему не нравилось. Его это тяготило. Но опять-таки, в то же время, он хотел вот какого-то праздника. Вот этого вот душевного праздника, состояния. И ведь он понимал, что он зависим. Он понимал, что в данный момент у него есть желание именно выпить. Страстное желание употреблять алкоголь именно в неограниченных количествах. Какие люди его окружали? Здесь идет очень серьезная карта. Она идет перевернутая. Это в первую очередь люди, у которых нарушение с законом. Это не обязательно должны были быть какие-то уголовники. Это люди, которые могли нарушать закон Вселенной. Это лицемеры, это вруны, это бесчестные, бессердечные люди. Это люди без чести и без совести и без царя в голове. Но в первую очередь здесь также еще речь идет. Все равно, что эти люди могли и нарушать закон Конституции. Потому что карта справедливости идет в перевернутом положении. Что я могу сказать? Скорее всего, это даже так, как это карта справедливости и правосудия, речь идет не об одном человеке. Речь идет о двух-трех людей. Психологическое состояние этих людей. Опять идет очень такая мощная карта. Но у меня идет информация, что психологически эти люди как какой-то шанс для себя видели в этом общении с Владом. Как будто бы они хотели решить какие-то проблемы. Здесь даже могло быть какое-то беспокойство. Какая-то, возможно, суета. Но также в психологическом состоянии давать, если этим людям оценку, у них было такое ощущение, что что-то для них заканчивается. И начинается что-то новое. Возможно, эти люди хотели с ним как-то сотрудничать, как-то взаимодействовать. Эта карта еще говорит либо же о заключении каких-то сделок, но очень крупных, либо о заключении брака. Но так как у нас идет карта справедливости в перевернутом виде, то здесь как раз-таки идет мошенничество. Здесь все равно эти люди мошенники. причина, которая привела к смерти. Вы знаете, здесь в первую очередь идет крах. Вот знаете, такая вот причина в первую очередь связана... Вы знаете, когда на море штурм, это как стихийное бедствие, нарушение баланса. Но здесь еще один такой идет момент. Есть какая-то суета, и люди, с которыми он был связан, это все равно... Здесь усматривается какой-то момент заинтересованности материальной. Причина может быть также крыться в тех связях, в которых он состоял именно с людьми в этот момент. Там были какие-то подписания, возможно, даже каких-то бумаг и договоров. Но однозначно причина эта была связана с именно крахом, со стихией внутри него. Это не обязательно, что стихия должна быть именно на физическом плане. Это именно разрушение его тела физического. Понимаете? То есть нарушение баланса. Не с теми людьми связался. Какая-то ненужная суета. Следующее. Люди, которые его окружали напрямую либо же косвенно были как-то причастны к его смерти. Я здесь могу однозначно вам сказать. Здесь идет речь о какой-то женщине. Все равно за вот этот вот период незадолго до смерти Владислава Галкина возле него была рядом женщина. Вот так сказать опять-таки, что напрямую нет, но это люди, которых объединяет пьянство и разрад. Отношения без любви, без вот этой вот духовности опять-таки, у этих людей нет ничего святого. Сказать, что напрямую я не вижу, но здесь идет информация опять-таки злоупотребления алкоголем, потому что все, ну не то, чтобы все, карты все связаны с злоупотреблением алкоголя. это кубковые карты. Какая была цель у этих людей? Опять-таки, выпадает королева Пентакли, если мы ее будем рассматривать в качестве цели, это, конечно же, улучшение их материального состояния. Какая-то выгодная сделка. получение прибыли. Здесь речь идет о деньгах, о материальном благополучии. Однозначно цель у этих людей была нажива поправить свое материальное положение. И фон, на котором происходила смерть. Однозначно эта карта говорит о том, что там было несколько людей, все они были под алкогольным опьянением. Это, вы знаете, идет как пир во время чумы. Такой фон, как будто люди уже как будто что-то праздновали, но праздновать-то было нечего по большому счету. Вот тот повод, который они усматривали для праздника, он ложный, он лживый, он неискренный. Это пир во время чумы. Я хочу задать еще один вопрос. Было ли убийство? было ли убийство Владислава Галкина? Сразу две карты идет. Хорошо, пусть будет две. Что я здесь вижу? Простите. В первую очередь это беспорядок. Беспорядок в доме. Конкретно убийство, не было. Но это беспорядок. Это безответственное отношение к себе, к своему здоровью, к своим проблемам. Это карта нарушения порядка. бардак. бардак. Бардак в голове, бардак в душе. это это и это когда человек все пустил на самотек. и также люди которые его окружали они создали вокруг него этот беспорядок вот то что я вижу по этому раскладу я могу сказать что возле него была женщина возле него опять-таки крутился какой-то мужчина мог крутиться но там была натуральная попойка для того чтобы человека спаивать причем спаивали они его умышленно для чего-то для какой-то выгоды для своей для материальной а также для заключения какой-то сделки возможно речь шла знаете даже о союзе влада с какой-то женщиной и это было вот такое может быть спонтанное знакомство и ему говорили что вот и женишься и все у тебя будет по-другому все тебе будет замечательно но то что там было несколько человек и я вижу это было три человека это был влад женщина и еще один мужчина и это было целенаправленное спаивание его я понимаю что невозможно человека спаить если он сам не захочет но здесь была пьянка поймали как говорится люди волну он в таком состоянии в котором находился хотел выпить изначально у него было желание уехать и уйти и уехать и уйти возможно в паломничество по святым местам но вот эта депрессия ему не дала возможности действия все так это и осталось его только желанием а дальше дальше шел алкоголь и те люди которые его окружали у этих людей ничего святого нету они понимали что влад находится в таком состоянии они пользовались его состоянием для своей наживы я еще задам вопрос эти люди которые были рядом с ним в этот момент были причастны к тому что у влада пропали деньги у владислава пропали деньги да конечно конечно же да эти люди его как раз таки и обворовали если вам понравился мой расклад оставляйте пожалуйста свои комментарии берегите себя всего вам доброго